Активное долголетие В степ-аэробике за Марины Тимохиной сложно угнаться. Инструктор групповых программ может побороться за звание самого опытного тренера люберецких спортклубов. Несмотря на солидный возраст, Марина Михайловна держится со своими физкультподопечными наравне. Для них она и не Марина Михайловна вовсе, а просто Тима. В расписании даже ставят Тима. Ну, оно и как аббревиатура получилось. Тимохина Марина. А вообще это бренд. Под этим брендом Марина Тимохина помогает подкачаться люберчанам на аэробике, йоге и плавании уже 20 лет. Пропустить ее занятия как минимум стыдно, ведь отговоркам тренер не верит. В своей ужасной занятости и смертельной усталости убедить Тиму сложно. Сама она успевает за сутки столько, что начинаешь подозревать ее в магической способности останавливать время. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А вот еще одна тренировка. Только прорабатывают здесь не мышцы, а таланты. Много лет Марина Михайловна помогает детской театральной студии ставить спектакли. Как раз сейчас маленькие артисты разучивают ролик постановки по мотивам сказки «Волшебник изумрудного города». Автор слов и музыки Марина Тимохина. «В город изумрудный весело идем, город изумрудный мы тебя найдем, и пусть не из легких будет этот путь, знаем, что придем к тебе когда-нибудь». «Я могу организовать как театральный режиссер, постановку сделать, но я не смогу создать таких писем и такой смысл и музыку. Это может только Марина. Это вот как если взять театр Ленком, да, ну не было бы Марк Захарова, Горина и Рыбникова, ну не было бы Юнона и Авось. То есть один бы Марк Захаров не создал бы этот шедевр». Если бы не было Марины Тимохиной, то голосами люберецких детей не запели бы «Маленький принц» и «Дюймовочка». Она положила на музыку около десятка сказок, а написанных ею стихов не сосчитать. Поэзия стала верной спутницей люберчанки еще в детстве, но Марина Михайловна скромничает, когда ее называют поэтессой. «Я никогда не говорю, что я пишу стихи. Я говорю, что я стенографистка. Там мне дают написать это, и я пишу. В стихотворении сказать одной строчкой можно больше, чем в большом эссе. Что я люблю тебя, я не могу сказать. Как не могу сказать, что я люблю дышать. Чего больше скажешь? И это всегда мощно. Ну там так придумали, чего я стенографирую. Правда. Чаще всего Марина Тимохина стенографирует строки о чувствах и природе. Вдохновение ищет на собственном подоконнике. Сюжеты для стихотворений ей диктуют пейзажи за окном. Я живу в заснеженном лесу. Накануне звонкого апреля удивляюсь на пушистую красу. Не дождаться, видно, мне капели. И пускай там в городе стоят из-за снегопада все дороги, А в моем лесу снега летят, укрывая под собой тревоги. Как иллюстрация к стиху, застывший на картине заснеженный пейзаж. В руках Марины Михайловны одинаково хорошо лежат и музыкальные инструменты, и кисти. Люберчанка обнаружила это совершенно случайно и теперь проводит арт-посиделки для подруг. Нарисованы вот эти маки. Ты можешь рисовать хоть их квадратными. Они будут твои. Ван Гогов здесь не растят, да и художественные каноны тут не к месту. Главное в этой импровизированной мастерской – настроение. Оно должно улучшаться с каждым мазком кисти. Искусство Марина Тимохина называет лучшим лекарством от хандры. Когда мы погружаемся в свою какую-то там обиду, печаль, это как будто муху накрыли стаканом, она вот так носится, носится, ничего не получается, она бьется об это. Вот это рисование, это снимает этот стакан. Чтобы подробно рассказать обо всех увлечениях Марины Тимохиной, не хватит эфирного времени. Она путешествует, катается на горных лыжах, занимается дайвингом, интересуется виноделием и не планирует ставить точку в этом списке. На вопрос, как успеть это всего лишь за одну жизнь, отвечает просто – главное начать. В свое время у нас учительница по литературе. Она, вот когда мы не могли никак начать сочинение, она говорит – пишите. Вот пишите все, что угодно, распишется. Вот пишите, идите и делайте что-нибудь, и все случится. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.